Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые слушатели. Это программа «Разворот», точнее, это программа «Культурная среда», специальный выпуск «Разворота». В середине недели мы будем говорить о классической музыке, о тех событиях, мероприятиях, которые в ближайшее время нас ожидают. И сегодня в нашей студии представитель фестиваля Рига Юрмала Инга Васильева. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Сначала, может быть, два слова о тех мероприятиях, которые очень мало, как, кстати, концертов классической музыки. Но вот этой неделе, я имею в виду со среды до среды, 18 июля, то есть завтра в церкви Святого Иоанна с программы «Авы, Мария» выступит сопрано Ольга Пятигорская. Ну, она с этой программы выступает уже достаточно регулярно, но вот именно завтра будет еще один концерт. И 19 июля, в пятницу, будет очень интересный концерт «Музыка при свечах». То есть он начнется в 22.00, а концерт о классической музыке тоже время необычное. И будет возможность у вас услышать произведения Томаза Альбинони, Баха, Вивальди. Но в таком необычном сочетании это будет орган Елена Привала-Вепштейн и гитара. Гитарист Владимир Кудрин, играющий на классической гитаре. И 21 июля в Домском соборе заключительный концерт 32-го фестиваля Домского собора. Собственно, Бах, Васкс в программе тоже будет, ну, этот концерт завершит фестиваль Домского собора. Ну, и, конечно же, будет еще одно большое мероприятие начинается. Это фестиваль «Рига-Юрмала». И, ну, вот, может быть, мы сейчас поговорим об этом подробнее. Каким образом появилась идея этого фестиваля? Я понимаю, что это фестиваль как раз-таки оркестров. И почему именно оркестров, не солистов, а именно оркестров? И чего стоило вот организовать этот фестиваль? Я уже обращаюсь вот к нашей гости. Ну, отвечая на ваш последний вопрос. Ой, чего только это не стоило и финансов, и нервов, и денег, и энергии, и так далее. Но эта идея фестиваля «Рига-Юрмала», она появилась не на пустом месте. Три года подряд в Юрмале проходил такой фестиваль «Балтийские музыкальные сезоны». И частные меценаты по идее, которой родился тот предыдущий фестиваль, они решили эту идею полностью изменить, полностью повернуть концепт фестиваля. И поэтому появились мы. Новый фестиваль «Рига-Юрмала». И амбиция фестиваля очень большая поставлена перед нами и вообще перед развитием на следующие годы. Мы хотим стать фестивалем уровня Зальцбурга, уровня Александра Ванца, уровня фестиваля в Мюнхене, в Эдинбурге. То есть мы хотим достичь того высокого международного уровня, когда мы станем магнитом для тоже международного культурного туризма. Это очень большая амбиция для маленькой страны. Ну вот сразу вопрос, а чем отличается, скажем, концепция? Вы сказали, что мы изменили концепцию, вот вроде бы приезжали тоже известные исполнители, и что поменялось? Да, сама концепция фестиваля состоит из того, что фестиваль будет проходить в течение четырех уикендов. Один вот в июле, начинаем в эту пятницу, а следующие уикенды один за другим пройдут в конце августа, последние три недели августа. В центре каждого этого уикенда один большой, значимый симфонический оркестр мирового уровня. В этом году к нам приезжают четыре оркестра. Это Баварский симфонический оркестр, который, как мы знаем, руководит Марис Янсенс. В августе к нам приедет Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнёва, Израильский филхармонический Зубина Метта, и закончится фестиваль оркестром Лондонский симфонический оркестр и Джан Андреа Назеда. То есть это фестивали из топ-10 самых лучших, не фестивалей, а оркестры. Да, самые лучшие оркестры мира. Они каждый приезжают с двумя концертами, что очень важно. Это как бы выходят такие маленькие мини-резиденции этих оркестров. По замыслу эти оркестры возвратятся и в следующий год, но уже с другими программами, с другими солистами. Это одна линия фестиваля. Вторая линия фестиваля связана именно с дневными концертами, которые, как в нашем рынке, это новая черта для фестивалей. В этих дневных концертах будут выступать молодые звезды. Но они молодые не по годам, скажем, но они именно сейчас врываются в мировую арену, а не те, которые на знаменитых конкурсах получили медали, которые сейчас записывают свои первые альбомы с большими звукозаписывающими компаниями. То есть это те имена, на которые, я думаю, через 5-10 лет мы будем ориентироваться как на больших звезд. И еще третья черта – фестиваль, он не только музыкальное событие, по нашему замыслу фестиваля, это тоже возможность получить различные, но связанные с фестивалем перед, я не знаю, как на русском языке, опыты, ощущения, может быть, приключения в хорошем отношении. Мы очень много и работаем с гостиницами, мы работаем с различными ресторанами, с различными другими компаниями, чтобы фестиваль, он как бы врос в нашу и экономическую среду тоже. И сейчас данные, потому как будет приезжать публика на фестиваль, мы видим, что 20% публики, она приезжает извне. Для молодого фестиваля это очень большая цифра. И мы тоже видим по статистике, что зрители приедут из 50 стран. Самая далекая точка – это Южная Корея. А почему Южная Корея? Потому что в конце фестиваля будет играть пианист Сон Джин Чо, тоже пианист, который в Европе становится все более и более востребованным. Это самый лучший пианист азиатского региона. Он будет играть с лондонским симфоническим оркестром. Так что есть разные магниты, при помощи которых мы притягиваем публику. Оркестр, я понимаю, такого уровня. Наверняка их гастрольные графики расписаны на много лет вперед. И как удалось собрать все эти звезды именно классической музыки, всех звезд сейчас? Да, вопрос уместный. И для команды фестиваля это был большой вызов. В фестивале есть два художественных руководителя. Это Мартин Энгстрем и Мигель Эстебан. Это команда из двух людей, которые уже сделали очень хороший фестиваль в Вербье. И они были приглашены сделать фестиваль в Риге. Мартин Энгстрем очень долго работал как вице-президент в Deutsch Grammophon. То есть то, как быстро и какого уровня музыканты были приглашены к нам и согласились участвовать в нашем фестивале, это во многом заслуга именно их. Это связи, которые нарабатываются с годами. Это хорошая репутация, которая тоже нарабатывается с годами. И что самое интересное, что все эти оркестры, они приезжают не в рамках своих гастролей, как обычно бывает с оркестрами, но они приезжают специально на фестиваль. Они приезжают сюда специально во время своих отпусков. И, например, баварские симфонические оркестры, они даже каждый музыкант голосовали. Они хотят во время отпуска приехать в Ригу или не хотят. Но так как они приезжают, мы понимаем, что они проголосовали «за». Для баварского оркестра вообще это интересно, потому что в прошлом году они были у нас в Латвии в рамках столетия государства. Им здесь очень нравится не только потому, что это родина их маэстро, родина Мариса Янсенца, и они играют в театре, в котором вырос Марис Янсенц. Что-то, наверное, в нашей атмосфере очень притягивает не только публику, но и музыкантов. — Насколько сложными могут оказаться требования таких оркестров мирового уровня к качеству помещений, звука, акустики? И насколько мы выдерживаем эти строгие требования? — Ну, понятно, что у нас в Риге и в Йормале нет классического концертного акустического зала в нормальном понимании. Мы очень надеемся, что Рига и государство решит сам этот шаг, и когда-то, скажем, в ближайшем будущем мы сможем посещать концерт в концертном зале. Но мы в данной ситуации играем в тех условиях, которые у нас есть. Баварский оркестр будет играть в опере из рижских концертных сцен. Это, в принципе, самая большая и, в принципе, самая лучшая. Большая гидия, она маленькая для такого оркестра. Опера, конечно, со своими акустическими эффектами, с ними можно справляться различными акустическими щитами. Остальные оркестры будут играть в Йормале. Это летний концертный зал со всеми своими плюсами и минусами. Мы знаем, что есть оркестры, которые играют с подзвучкой в летних фестивалях. Но, например, интересная практика была именно у израильского филхармонического оркестра, который в Дзинтере уже однажды выступал. И Зубин Мета тогда сказал, что ему не нужна никакая озвучка. И те, которые были на этом концерте, сказали, что оркестр звучал великолепно. То есть есть какое-то мастерство, которое есть у самого оркестра, у самих дирижёров, которое, в принципе, проникает сквозь любые акустические... Ну, с чешли... Преграды. Преграды, да. Конечно, коллективы такого уровня, музыкантов такого уровня, нужно слушать в хороших концертных залах. Но мы надеемся, что мы не подведём. Сама атмосфера всё-таки открытого open-air, насколько шум волн, крики птиц, они могут помешать или, наоборот, создают какую-то атмосферу, которая, может быть, для музыкантов тоже опыт интересный. Вы знаете, мы, как такой кредо фестиваля, мы создали такие слова «музыка в нашей природе», то есть «музыка» и «музык даба». И мы попробовали в этом объединить всё. И то, что у нас очень хорошее классическое академическое музыкальное образование именно в музыкальных школах, то, что у нас очень много знаменитых музыкантов, и то, что наш фестиваль проходит именно в летний период, на летних сценах, где шумы природы, виды природы, они могут и придать хорошую атмосферу, и наоборот, они могут немножко, как говорится, этот общий позитивный тонус от музыки затянуть в тот негативный момент. Поэтому это всегда, это каждый раз всё по-другому. Всё зависит от природы, от холода, от дождя, от программы. Кстати, если мы говорим насчёт репертуара, то в основном и оркестры, и музыканты, они концентрируются на такие классические проверенные опусы. Поэтому можно не бояться, можно спокойно приходить. Вы будете слушать Прокофьева, Шопена, Шумана, Малера, Бетховена. Очень много Бетховена звучит, Рахманинова. Возможно, классика и природа, что-то в этом должно быть. Ну, вот есть такое предубеждение, что классическая музыка для богатых людей. То есть всегда, когда мы представляем себе, ну, вот концерт, мы представляем себе людей в парадной одежде, понимаем, что это может быть развлечение. Действительно ли вот этот фестиваль, он развлечение для очень богатых людей? Это был один из тех рисков, над которым мы очень усердно работали. И ценовая политика, она как раз нацелена на то, чтобы концерты могли посетить люди с разными доходами. Цены на билеты, они начинаются от 10 евро. В малые залы от 15 евро большие залы. Немножко выше цены в оперу, именно на открытии, на Баварский радиооркестр. Еще одна линия, над которой мы тоже работаем, что касается аудитории. Мы очень хотели, чтобы этот фестиваль посетили тоже те люди, которые у нас в стране много работали именно в музыкальной сфере. Преподаватели, музыканты. Поэтому мы делали различные, ну скажем так, предложения для музыкальных школ, для музыкальной академии, для профессиональных музыкальных коллективов. Мы видим, что большой интерес тоже от них. Я могу точно сказать, что этот фестиваль, он нацелен, в принципе, на любой кошелек. Вам просто нужно посмотреть цены, нужно посмотреть, если, например, у пенсионера, у вас есть скидка. Если вы студент, у вас тоже есть скидка. Там нужно смотреть, что вам нравится, большой зал, малый зал. Кстати, и в дзинтере, и в малом, и в большом зале от того, где вы будете сидеть, я думаю, вы не потеряете ни в акустическом отношении, ни в таком эмоциональном переживании, потому что малый зал в дзинтере очень хороший. Я считаю, что это одна из лучших акустик у нас в стране. Но большой зал дзинтере, большой оркестр, он смотрится хорошо и слушается хорошо с любой точки. Даже иногда подальше, может быть, лучше. Насколько я понимаю, привести симфонический оркестр, это всегда безумно сложно. И очень дорого. Да, очень дорого. То есть, можно ли говорить о том, что практически это спонсируемое мероприятие, то есть, деньги, которые платят за билет люди, они еще просто получают? Да. Ну, например, если мы возьмем баварский или израильский оркестр, скажем, концерты оркестров, мы точно можем сказать, что за каждый билет, который покупает зритель, мы еще доплачиваем даже несколько сотен за каждый билет. Это очень-очень большие издевы, расходы. И, может быть, в каком-то отношении наш фестиваль убирает не то что ответственность, а помогает такой государственной культурной политике. Мы привозим то, что государство не всегда может себе позволить. И мы знаем, что участники могут это привести только при помощи спонсорских или государственных денег. Поэтому, возможно, это та ниша, которую мы плавно занимаем и, надеюсь, что надолго. Ну, вот мы сейчас сделаем небольшой перерыв, после чего поговорим действительно о том, какую роль несет, какую миссию, какую функцию несет этот фестиваль Оринга Юрмала. Напомню, что уже в эти выходные открывается этот фестиваль. Ну, вот буквально несколько минут, и мы продолжим разговор. Продолжается разворот и его особый выпуск «Культурная среда», посвященный классической музыке. Я напомню, что сегодня в нашей студии представитель фестиваля Рига Юрмала Инга Васильева. Мы говорим, ну, вот и о концертах фестиваля, о том, что 19 июля в Латвийской национальной опере открывается фестиваль очень большим концертом Берлинского, симфонического оркестра Берлинского радио. Ну, вот, может быть, это действительно повод для людей, которые очень редко или, может быть, даже, ну, как бы не ходят на концерты классическому, приобщиться, получить какой-то вот, ну, вот, понять, насколько... Начинать знакомствовать, наверное, лучше с самых... с лучшего исполнения, с лучшими исполнителями. То есть, чтобы получить наибольшее впечатление, наверняка ведь у многих людей есть какой-то страх, они не знают, как себя вести на концерте классической музыки, почему аплодировать... Ну, вот, вроде бы, играют-играют, остановились, никто не аплодирует. А когда аплодируют в другом месте? То есть, вот какие-то вот эти моменты, которые людей, ну, вводят, пугают, вводят ступор, они боятся, может быть, ну, оказаться чужими на этом празднике жизни. Да, кстати, очень такая хорошая тема, по поводу которой очень много... Ну, существует мифов, дискуссий у самих музыкантов, у аудитории, у людей различного образа. Да, но мы стараемся, как бы, пойти таким толерантным путём. Например, в наших всех программках указано, сколько длится каждое произведение. Там, где написано, скажем, ну, Шопен, три мазурки. Они указаны, там, что это мазурка в до-мажоре, там, в одессе миноре или там в ля-мажоре. И дальше написано время, 8 минут. То есть, по прошедшей этих 8 минут можно начинать аплодисменты. Поэтому я всегда советую людям взять, прочитать программки, посмотреть внимательно, что и как. Конечно, ориентироваться на остальных людей. Но, например, два концерта Баварского радиосимфонического оркестра будет дирижировать не Марис Янсенс, как мы заранее говорили. Он по причинам здоровья вообще отменил все свои концерты этим летом. Будет дирижировать женщина-дирижёр Сюзанна Мелки. И я недавно прочитала очень одно интересное интервью в британском The Guardian, где у неё спрашивается вопрос, как вы реагируете на то, что между частями симфонии, например, аплодируют. И вообще, как вам кажется, что и как там нужно сделать. Она вообще сказала такую интересную фразу. Она говорит, меня больше всего, скажем, не дёргает, а не нравится мне то, что аплодируют слишком рано в конце произведения. То есть, это очень интересно, когда прозвучит последняя фраза, и дирижёр ещё держит руки наверху, или пианист ещё немножко эти руки держит над фортепиано, но музыка уже не звучит. В этой паузе есть очень большая магия. Я всем советую взять паузу, не аплодировать сразу. Прослушайте, как звучит эта наполненная тишина. Кстати, Арво Пярд вообще считает, что вот именно эта тишина – это самая-самая лучшая музыка. Но Мелки что сказала? Что её волнует, чтобы зрители не стали слишком рано аплодировать, а не то, что они аплодируют между частями. И вообще, она сказала, в этом мире есть куда большие проблемы, чем аплодисменты между частями. Ну, знаете, это у каждого как бы своё мировоззрение, своя реакция на это. Поэтому я советую посмотреть наши программы, хронометраж каждого произведения, и смотреть на то, как музыкант в конце концерта или в конце произведения, держит ли он ещё как бы в таком впарении своей руки над инструментом, и прочувствует эту магическую паузу. Да, мне кажется, что когда музыкант встаёт и покланяется, это вот тот самый момент, когда он… Да, когда он как бы отпустил, он отпустил это всё, потому что, да, это последние ноты, это ещё вибрации, которые, может быть, мы слышим, не слышим, но они где-то, вибрации энергии, они ещё где-то существуют, и она должна уйти. И тогда начинаются аплодисменты. Ну вот можно ли сказать, что у фестиваля, который вот сейчас получает своё рождение, Рига Юрмала, есть какая-то миссия, есть какая-то сверхзадача, кроме того, чтобы приобщить публику к хорошей музыке, к хорошим произведениям? Ну да, ещё одна из целей, конечно, мы хотим стать центральным музыкальным событием Северной Европы, на которое ориентируется весь наш регион. И, знаете, так это получилось, там есть свои плюсы, там есть свои минусы. Мы как-то ворвались в такую сферу музыкального менеджмента в Латвии. У нас есть очень хорошие тоже частные фонды, организации, которые организовали очень хороший концерт в течение многих лет. Это дело до сих пор успешно, и говорится, дай Бог им и удачу, и публику. Но я думаю, что мы именно привнесём другой взгляд именно на уровень исполнительского мастерства, который мы привозим, и немножко другой взгляд на маркетинг, скажем, на мировоззрение на фестиваль классической музыки. Мы стараемся очень быть открытыми, эластичными в различных хипостасях, там, в интернете, в фейсбуке, в инстаграме, в среде нашей музыки. Мы стараемся как бы держать нашу планку, но в то же самое время не быть довольно-таки демократичными. Ну, в принципе, нелегко, но мы очень стараемся, с такой большой энергией. Надеюсь, что мы это удержим. Мы, конечно, знаем и уже слышали в музыкальной среде немножко такое, ну, как ворчание по поводу того, что, да, тут большие частные деньги, поэтому можете позволить себе привезти то-то-то. Какой-то, ну, как-то, может быть, это будет такое небольшое разделение нашего небольшого пирога, нашего рынка. Но что поделаешь, время идёт вперёд. А насколько сам приезд, ну, артистов мирового уровня, выступления на определённой сцене, ну, даёт престиж, повышает, как бы, в глазах других музыкантов престижность нашей страны, наших концертных залов? Вы знаете, да, это очень важно. Например, если мы, там, выезжаем за рубеж и рассказываем о том, в фестивале о том, какие музыканты приезжают, эти имена, они как бы безоговорочные, это знак качества. И если эти музыканты приезжают, например, выступать в концертный зал Дзинтери, мы очень надеемся, я думаю, что так оно и есть, планка этого концертного зала, она повышается. То есть он тоже может, как говорится, войти немножко в другую арену, немножко в другой оборотный такой круг академической музыки. Если ты можешь сказать, что у тебя выступал израильский оркестр Зуминмита, Юй Дзивана, это такое сейчас чудо-женщина в пианизме, китаянка, которая буквально взрывает и своим мастерством, и своим таким эпатажным сценическим образом. Кстати, я всем очень советую прийти на этот концерт и женщинам, и мужчинам. Она такая смелая, экзотическая, но прекрасный музыкант. Поэтому все эти имена, которые они приезжают, они повышают планку безоговорочно. Вот вы упомянули, что кто-то ворчит, что да, понятно, что с такими деньгами. А вот насколько ведь действительно кто-то скажет, ну а что тут такого? Организовать фестиваль мирового уровня? Вот есть рейтинг, там десятка самых крупнейших оркестров, вот выбираем этот, 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 и все, фестиваль готов. То есть вот в чем, а в чем фокус, в чем секрет хорошего фестиваля? Ну он, конечно, ну, как говорят, секрет это в музыкальном уровне, но не только. Именно все то, что создается вокруг фестиваля, как работает на фестиваль. Еще что я хочу заметить, что при помощи этот инструмент, фестиваль нужно рассматривать тоже как инструмент нашего государственного имиджа на международной арене. Это тот фокус, на который мы работаем, и очень усердно работаем, и финансы тоже на это выделяем. Это именно то, что создает событийное такое ощущение. Оно как бы рациональное, и в том же самом случае не рациональное, потому что репутация каждого фестиваля ежегодного, она создается годами. Зайсбург создается в течение почти ста лет, не знаю, там, Айксенпрованс в течение нескольких десятилетий. То есть это все нарабатывается. Да, есть возможность хорошо, как говорится, стартануть, но, я думаю, более такой следующий вызов будет удержаться и укрепиться, и не испортить репутацию ни одним ложным и неправильным движением. Вот в этом есть именно то, про что вы говорите – удержаться. А я понимаю, что за фестивалем будут пристально следить музыкальные критики, которые тоже приедут, чтобы, я понимаю, вынести свой вердикт, оценку. Да, к нам на фестиваль в течение этих четырех уикендов приезжают почти 40 критиков со всех главных музыкальных изданий Европы, начиная от BBC Magazine, Gramophone и так далее, приезжают тоже из России, из различных больших изданий, из Литвы, из Эстонии, из Скандинавии. Это очень важно именно для наработки репутации, международной репутации, потому что нам кажется, что мы такая маленькая, такая горная страна, про которую весь мир знает. Это не так. Знает отдельные имена, возможно, там в теннисе, не знаю, там в музыке, еще в какой-то сфере. Но репутация страны, она нарабатывается постепенно, и мы очень надеемся, что мы дадим свой очень важный вклад в это. Насколько, скажем, вот мы говорили о требованиях к акустике залов, насколько вот есть, существуют ли райдеры, учитывая, что все-таки знаменитые оркестры, знаменитые дирижеры, они тоже звезды, но вот есть ли у них вот какие-то звездные капризы, условно говоря, там белые лилии, там обязательные какие-то вещи, которые нужно выполнять? Ну, знаете, вообще музыканты классической музыки, они очень кардинально отличаются от звезд эстрадного шоу-бизнеса, которые более эпатажные, более на публику, на паблисити, не знаю, там, ну, на другие, как бы, такие рычаги воздействия. В основном все великие музыканты в своем, они довольно-таки, как вам сказать, непростые, венкаршие, но не амбициозные. Конечно, есть менеджмент, который точно составляет их график, точно говорит, на что они пойдут, на что они пойдут, на какие приемы, сколько интервью, какие фотографии можно использовать, какие нельзя использовать. Но что касается таких белых лилий, там, больших роялей или коньяков в студии, то это более, как говорится, сфера звезд шоу-бизнеса. Насколько разница есть? Ну, кто-то, вот, может быть, скажет, ну, я же слышал эти произведения, скажем, там, у меня из дома сиди, я слушал, а насколько вот разница между живым концертным исполнением и как вносят, может быть, какие-то интерпретации в классические произведения, вот насколько там позволительно великие оркестры? Ой, вы знаете, это вообще такая отдельная тема, и она очень зависит именно от каждого человека лично. Я не могу сказать, что хорошо, что плохо, но я сама, как музыковед, я всегда советую всем идти слушать концерты живьем. Да, даже если я знаю, там, эту балладу Шопена наизусть от А до Зе, или от Дая на русском языке, в любом случае, каждый живой концерт – это то, что происходит здесь и сейчас. Например, в субботу у нас тоже будет концерт пианиста Лука Генюшус, который приезжает из Москвы, он такой российско-литовский пианист, он представляет династию российского пианизма, его бабушка Вера Горностаева, очень-очень знаменитый, такой маститый педагог Московской консерватории, и он, например, будет играть музыку Шопена в первом отделении, и именно их семья, и именно Вера Горностаева, она вообще считается таким большим шопенистом. Будет очень интересно послушать, как Генюшус будет исполнять именно он, именно он и именно конкретные произведения Шопена. Поэтому каждый живой концерт, там, в принципе, всё происходит на наших глазах. Даже если музыкант точно знает темпы, ритм, он точно знает, где он сделает кульминации, где у него будет, как у него будет дышать музыкальная фраза, но в то же самое время есть настроение, есть какой-то контакт с публикой, и всё это создаёт именно то уникальное событие, которое очень часто мы даже можем и не забыть в течение всей жизни. То есть нет похожих концертов, если вот вы слышали это произведение, вы исполнили одного исполнителя, другое музыка? Нет, нет. И было бы очень даже странно, если бы концерт одного и того же музыканта был бы буквально, ну, тютелька в тютельку, и ничем бы не отличался. Это было бы очень-очень так странно, я бы сказала. Насколько, вот я знаю, что лондонский, например, симфонический оркестр, он записывает музыку для кино, в Голливуде много саундтреков записано с его участием, вот насколько действительно вот современная музыка, симфоническая, она, по-моему, даёт возможность выхода такого творческого композитора, прям больше всё-таки вот в такой, в такой, ну, я понимаю, что можно написать какую-нибудь, ну, можно написать симфонию, но вряд ли её будут исполнять так широко, как... Саундтрек из какого-то знаменитого фильма «Пираты Харибского моря», например. Ой, знаете, это опять-таки вопрос, который нужно рассматривать с двух концов, лондонский, симфонический, вообще они такой оркестр, который можно назвать таким авангардным оркестром, они в очень многих сферах делали в первый раз, они впервые сами там сделали свою студию, впервые свой лейбл, они там записывались в таких саундтреках, они там участвуют в олимпийских играх, там, ну, в общем, оркестры, которые со своим лицом, и, может быть, равняться на него как бы и не надо, потому что у каждого своё уникальное, не знаю, баварский, он очень такой классический российский национальный оркестр, очень классический оркестр с такой российской нотой. Но что касается композиторов, ну, в принципе, это тоже вопрос такой, скорее, философский, куда и как идёт именно современная академическая музыка, насколько она востребована, но, опять-таки, всё зависит от композиторов. Тот же самый, например, я просто как пример могу сказать, наш Петер Сваскс, композитор, его произведения играются очень-очень много во всём мире, то есть есть что-то, что затрагивает не только музыкантов, но и публику. Это, опять-таки, ну, рационально это объяснить невозможно. Это всё-таки эмоциональный вопрос. Или тот же самый наш Эрик Сэшенвалд, тоже композитор, который, я думаю, следующий из-за Петер Сэмваскс, когда ты назовёшь его Эрик Сэшенвалд, в принципе, вся уже мировая хоровая такая, ну, сфера, его очень хорошо знают, его очень много хоров поёт, в Америке он вообще суперстар. Так что, или тот же самый Арво Пярта эстонский, ну, вот что в его музыке такое магическое, что притягивает настолько большую аудиторию, я не знаю. Я не могу вам ответить. По поводу ближайших вот концертов, насколько ещё доступны билеты, как найти информацию, может быть, о предстоящих концертах, потому что я понимаю, что мы можем сейчас перечислить, но наверняка там запутаем, кто-то всё равно не запомнит. Вот где искать информацию, чтобы не пропустить? Да, конечно, читайте прессу, слушайте радио, радио Болотком тоже, но саму основную информацию ищите на нашем веб-сайте rigadefiz.com, он также и на русском языке, там у нас очень хорошие такие разъяснительные статьи про каждого музыканта, про программу, про билеты. Билеты уже фактически распроданы на оба концерта Баварского оркестра, там будут только настоящие билеты, перед концертом можно будет купить. Но, например, на концерты дневные, в эти выходные на Лука Генюшеса, на пианиста Джеймса Бартлета можно ещё купить. Я ещё хочу особый акцент сделать именно на вечер субботы, когда будет выступать скрипач Юлиан Рахлин и пианист Рудольф Бухбиндер. Это, знаете, такое, это будет очень интересный каменный оркестр, концерт в опере, потому что Рудольф Бухбиндер – это легенда, это легенда именно бетховенской музыки. Он знает её досконально, он коллекционирует все издания бетховенской музыки. Он первый играл на своих концертах все 32 соната для клавира. То есть он бетховена знает настолько, насколько я знаю, не один музыкант в мире. А Юлиан Рахлин – это, опять-таки, литовско-западный музыкант. Он, в принципе, стал суперзвездой после победы на конкурсе Евровидения молодых талантов академической музыки. Он очень ярко выступил тогда в Вене, и его карьера, она тоже сногсшибательна. Поэтому они, как бы, эта молодость и маститость, и камерный концерт, который будет в опере, я думаю, он будет одной из кульминаций тоже первой недели. А так, в принципе, конечно, про каждого музыканта. Мы можем сейчас говорить, не пропустите именно симфонические оркестры. Очень интересные тоже будут там сольные концерты. Например, звезда метрополитенской оперы, сейчас попробую правильно назвать, Диена Фан. Просто эти китайские имена, они произносятся по-разному, на русском и на латышском. Замечательный гитарист классической гитары. Милош будет выступать тоже в концертном зале, Дзентери в малом зале. Он, кстати, один из первых музыкантов, именно гитаристов, который выступал с знаменитым Альберт Холли со своим сольным концертом. Ян Лисецкий, поляк-канадец, который в мире сейчас уже очень занимает такое большое место, именно как пианист. Не пропустите легенду пианизма Мерай Юпераи, который очень редко уже выступает на концертах, но в Юрмале он будет с зубинами метой. Он такой канон, на который равнялись музыканты очень многих поколений. Ну, конечно, Юдзи Ван, не пропустите, я уже говорила про эту пианистку. Скрипач Вадим Репин, тоже такой сибиряк, который в каком-то отношении взорвал такой скрипичный мир. Он у нас уже в Латвии давным-давно выступал, но это будет его повторный визит у нас. Теперь он уже такой музыкант с большим мастерством. Ну, в общем, я могу перечислять про каждого, но всю информацию, конечно, ищите у нас на веб-сайте. — Да, и, кстати, вот я хотел сказать, что вот для Юрмалы, для нашей страны, какой всё-таки это будет резонанс, может быть, насколько приезжие туристы, которые приедут на фестиваль, проведут здесь время, то есть это тоже будет для… — Довольно-таки, да, это тоже очень важный аспект, поэтому мы очень надеемся, что мы дадим свою лепту тоже. Ну, конечно, мы не можем замахаться на какие-то вершины, но что-то для экономики регии Юрмала мы обязательно дадим, потому что люди, которые… Культурный туризм – это вообще такая сфера, которая, во-первых, это не однодневка, эти люди очень часто возвращаются, это люди, которые ходят не только на концерты, они идут на разные… Они смотрят, что ещё, какие там музеи, какие выставки, эти люди, которые посещают рестораны, то есть это публика, у которой есть свои какие-то неценности, просыпься. — Ну, запросы. — Преп, запросы, да. Мы очень надеемся, что Латвия, Рига, Юрмала их может удовлетворить так, чтобы они вернулись и на следующий год. — И, кстати, уже следующий год, я понимаю, что наверняка уже нужно строить планы и… — Фактически уже сейчас заключаются такие последние акценты, и я думаю, что в конце августа мы уже заявим в следующий год. Но уже сейчас могу сказать, что будут громкие имена. — То есть Рига-Юрмала фестиваль, ну вот рождение которого мы сейчас буквально наблюдаем уже, можно сказать, родовые схватки, потому что вот в эти выходные… — Хороший термин, да. — Да, он продолжит существование. Ну вот есть все шансы. Я понимаю, что престижные британские издания его включили уже в топ-10 фестивалей Европы. — Да, это «Зателлограф», да, его уже в мае, когда они как бы делают такой осмотр летних фестивалей, они нас включили не только в десятки, но звали номером один. Именно смотря на те имена, которые приезжают на фестивали. Потому что если вы посмотрите такие мировые тенденции, то понятно, что есть такие имена якори, звезды, которые притягивают, а остальное как бы программа фестиваля составляется уже из менее известных имен. Но наш фестиваль, он в принципе буквально строится звезда на звезде, звезда на звезде. Поэтому мы были номер один, по мнению «Зателлограф». — Ну и я понимаю, что действительно это поднятая планка, она заставит, может быть, и других организаторов мероприятий классической музыки как-то соответствовать. — Ну, знаете, соответствовать, самое главное, чтобы у каждого было своё лицо, и у каждого свой почерк. И мы, на самом деле, мы очень желаем удачи всем нашим конкурентам. Обычно конкурентам нравится толкаться, но мы, в принципе, очень позитивно смотрим на всё то, что происходит у нас в Латвии. Это всё как бы… У каждого есть своя аудитория, своя ниша и своя миссия. Поэтому у всех есть место под солнцем. — Ну что же, спасибо большое. Инга Васильева, представитель фестиваля «Рига Юрмала», сегодня была в нашей студии. Это программа «Культурная среда». Всех приглашаем, открытие уже вот 19 июля и дальше каждые выходные, ну, сначала… — Начиная с 16 августа. — И с 16 августа каждую неделю. Спасибо вам большое. До встречи, удачи вашему фестивалю. — Спасибо.